всем привет очередное видео у меня на канале и очередной коньяк и на этот раз это коньяк армянская крепость 8 лет выдержки давайте нальем его и продолжим разговор тоже его производит а производит его прощанский коньячный завод интересное такое название у него и для меня было удивление честно могу сказать заходил светофор я же вам рассказывал да уже светофоре что можно найти достойные коньяки по доступной цене и там вот ассортимент очень большой этого коньяка я вам выведу картиночки вы посмотрите какие я видел там в данном магазине и мне интересно кто если пробовал стоит ли его вообще покупать цена там смешная там не больше 500 рублей всех годы выдержки там 10 8 лет идут я жду внизу под комментарии если кто-то попробовал и считает что это действительно достойный продукт то я с удовольствием поеду и возьму попробую ну и конечно же запишу видео для вас и так что же это такой за коньяк да а как пишется на бутылке да да пишется только на бутылке на сайте только одни картинки сайт вообще ни о чем сразу можем сказать об этом чтобы не повторяться красивые фотографии больше ничего и могу сразу сказать фантазии у этого производителя все очень отлично там вариации бутылок огромное количество просто их немерено так вот пишется на бутылке следующее что это коньяк сделанный из винограда из виноградов аборигенских сортов да 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 там название какие-то сложные я их выведу здесь на картинку мне прочь проще вам показать как они называются чем их прочитать и помимо всего дистилляты выдержаны 8 лет в бочках из карабахского дуба интересное такое такое сочетание давайте я расскажу в первых впечатлениях как только его купил и сразу скажу о цене брал его в гипермаркете магнит брал его исключительно из-за того что люди покупали этот коньяк и мне порекомендовали говорят мы пили в компании все остались в восторге и я конечно же приобрел его купил я его за 400 с копейками там почти 400 рублей по акции опять же первое впечатление было мое какое дуб дубыч вот просто других характеристик я ему не подберу это конечно уступит голова не восьмилетнему но они назначительно вот они могут на 1 2 место поделить прям дуб дубыч конкретный и я его попробовал и оставил на довольно длительный уже период он уже больше двух месяцев у меня стоит открытый со временем произошли разительные изменения и это конечно радует изменения произошли в лучшую сторону сразу скажем про бутылочку бутылка прям вот дешевизной пахнет не знаю почему и мне просто ассоциация что очень дешевая очень дешевая пойло какое-то вроде бы она какая-то резная там вся но настолько как-то не знаю коньяку не подходит вот этики этикеточки все золотистые они настолько как бы дорого-богато но прямо вот но незачетно выходит а в итоге крышечка я не знаю если кто когда-нибудь пробовал этот коньяк и смотрел крышечку наверно это самое из дешевых крышечек она просто дубовая она еле заходит в эту бутылку и кроме меха истерического ничего не истерического обыкновенного смеха да это уже чересчур я утрирую ничего другого эмоций никаких она не вызывает про технологию технологию коньяка я нигде не нашел как что производить на каком оборудовании нигде это не указано не написано для чего создавался сайт непонятно если они меня конечно увидят ну я заругаю давайте исправляйте сайт ну и давайте про дату розлива скажем 28 0 4 17 года разлит бы данный коньяк отзывы в интернете да я чуть не забыл о них сказать отзыва в интернете не фонтан не помню точно цифру я вам выведу картинку а вы сами посмотрите ну и давайте наконец-то от болтовни переходить уже к делу да давайте понюхаем насколько хорош данный аромат да и сразу скажем про ножки с ножками все в порядке у этого коньяка все нормально с ножками молодцы ножки есть и слава богу ходит на них а может даже и бегает давайте ароматом вот волшебная штука произошла действительно за вот это время которым стоял уже откупоренный до закрытой соответственно крышкой дышал ну хапнул воздуха подышал он преобразился преобразился заметно дуб практически весь ушел есть только если сильно-сильно внюхываться спиртуозность тоже в аромате небольшая присутствует ну и сахар слышно карамельку давайте наконец-то сделаем первый глоток на и вуаля есть небольшое жжение от спиртуозности она незначительная совсем незначительная даже меньше чем в аромате спиртуозность присутствовал кислинка небольшая есть даже где-то виноград отзывается аукой деревяшки нету вот это вот прям приятно не знаю вот кто мне порекомендовал этот коньяк они скорее всего его сразу пьют ну наверное эти люди из разряда кто любит дубовый аромат и вкус в коньяке поэтому ему понравился но на мой лично вкус гораздо приятнее вот сейчас стал гораздо приятнее и вполне вполне давайте еще один глоток даже пару сделаем глотков 3 как положено он имеет место быть если по аромату говорите три с половиной можно поставить оценку вкус в принципе также можно сказать что три с половиной вполне достойная оценка тем более если учесть его стоимость ну и давайте сейчас третий глоток чтоб окончательно уже да почему бы нет за 400 рублей купить такой продукт да запросто не похож на какой-то химический ароматизатор открыв 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 вы коньяк постояв на полочке он преобразился и вполне можно пробовать его можно пробовать не ждите конечно каких-то сумасшедших ароматов послевкусие фара и вкуса самого но вполне вполне думаю послевкусие за неяркость тройку поставим ну вот так вот и давайте подводить итоги что у нас по бутылочки бутылочка пускай троечка будет пожалеем до троечка аромат три с половиной вкус тоже три с половиной и послевкусие троечка вот такая вот получилась оценка у этого коньяка чуть-чуть выше троечки порекомендовать в принципе за эту стоимость ну пожалуй лучше многих российских коньяков будет и конечно же жду в комментариях под видео кто пробовал продукцию данного завода и какие-нибудь хорошие коньяки которые у них есть наличие а у них огромное количество я повторюсь опять этих коньяков там и в каких-то дутых бутылках и драконы какие-то там ну короче я не знаю что они там смотрят за сериалы фильмы может какие-нибудь но очень здорово придумают бутылки я прямо думаю может кизлярский завод там и дербенский поехали бы там пару неделек пожили на заводе да посмотрели что не творят там какие бутылки вы выдувают и у себя что-нибудь бы изменили но это так к слову сказано на этом я буду с вами прощаться подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой инстаграм нажимайте колокольчик чтобы не пропустить очередное видео ну и до новых встреч а да и забыл пейте только качественный алкоголь пейте его только в меру а на этом все пока